Ульяновск Сегодня рано утром житель Ишеевки напал с ножом на соседей. Пострадали 4 человека. По данным следствия, накануне в доме отмечался день рождения дочери. Среди участников торжества был и 40-летний сосед семьи, который впоследствии и совершил преступление. Подробнее в нашем материале. Сегодня, 15 мая, рано утром в Ишеевке произошел выпиющий случай. Местный житель напал с ножом на родственников. Пострадали 4 человека. Глава семейства от полученных ран скончался на месте. 10-летний ребенок умер по дороге в больницу. Мама и совершеннолетняя дочь получили серьезные травмы. По версии правоохранителей, злоумышленник проник в дом, когда все члены семьи спали. На место происшествия сразу же выехал губернатор Сергей Морозов и министр здравоохранения Сергей Панченко. Послан главы профильного ведомства о жизни женщин ничего не угрожает. Молодой девушке сделали операцию. Ее состояние стабильное. Ранение, проникающее хоть серьезно, только одно. Это повреждение легкого. Сосуд крупный и не задетый. Рана полностью ушет. Кровь уже доставили сразу. Машина попутная из Ульяновска. Здесь, в принципе, есть все сейчас. На момент съемки мать находилась в операционной. У нее ранение брюшной полости и в поясничной области. Она находится в состоянии средней тяжести. Что касается реабилитации, психологии, похоронок, поминок, все это. Мы срочные полеты. Срочные полеты. Срочные переговоры. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и следственного комитета. Предполагаемый подозреваемый задержан. На четыре дня в город на Волге съедутся гости из страны восходящего солнца. Сегодня в Ульяновске стартовал третий международный фестиваль «Японская весна» на Волге. Предприятия японского бизнеса активно заходят в регионы нашей страны. В Ульяновской области локализованы такие крупные японские предприятия, как «Бриджстоун» и «Токата». Работает ряд японских компаний в партнерстве с крупными российскими игроками. Поэтому одна из целей форума – налаживание связей, заключение крупных контрактов, обмен опытом. Деловая программа началась с заседания российско-японского инвестиционного бизнес-клуба. На международный форум в Ульяновск прибыл чрезвычайный и полномочный посол Японии в Российской Федерации Тойохи Сокадзуки. Вместе со своими коллегами и главой региона Сергеем Морозовым он посетил производство компании «Исузу». Какие новинки презентовали послу в материале Натальи Чумаченко. Ульяновская область продолжает сотрудничество с Японией. Обмениваться культурным и профессиональным опытом делегации двух стран намерены в рамках третьего международного форума «Японская весна на Волге». Сегодня глава региона Сергей Морозов вместе с зарубежными гостями осмотрел производственную площадку японской компании «Исузу» в Ульяновске, где поделился планами на будущее. Порядка 6 миллиардов рублей первый объем инвестиций, в том числе почти полтора миллиарда рублей – это не окор. Мы в соответствии с тем соглашением, которое подписали в прошлом году с вашим присутствием, взяли на себя все обязательства о том, что если сегодня абсолютно большая часть из всех этих запчастей приводится из Японии, то это уже в этом, на следующем году, и до 2021 года мы планируем развернуться эти все мощности, то это будет производиться здесь, в Ульяновске. Компания работает в Ульяновске с 2012 года и производит коммерческие автомобили. Годовая мощность предприятия составляет 5000 шасси в год. Сегодня на высокотехнологичном производстве трудится 134 рабочих с заработной платой выше среднего по региону. Гостям провели экскурсию по территории и рассказали о новых выпускаемых шасси с автоматической коробкой передач. Автоматическая трансмиссия – это то, что нужно рынку легких грузовиков. И такое шасси появилось, оно будет представлено сегодня в ходе презентации. Это шасси с максимально разрешенной массой 7,5 и 9,5 тонн. Мы считаем, что это все еще легкотоннажная серия, но тем не менее на этих шасси установлены двигатели одного объема, но разных модификаций. Уже в этом году компания планирует расширить свой модельный ряд и вывести на российский рынок автомобиль с монотопливным газовым двигателем. Это позволит повысить годовой оборот предприятия и даст импульс для дальнейшего расширения производства. Посол Японии в России высоко оценил профессиональный уровень подготовки работников предприятия и качество выпускаемой продукции. Воздух как-то новая машина, и хорошо видно, и высокая. Я порагаю, что можно работать очень высокими русскими работниками. Господин Кадзуки в целом дал положительную оценку экономической ситуации в регионе и назвал инвестиционный климат более чем привлекательным. Напомню, мероприятия форума будут проходить в течение четырех дней с 15 по 18 мая. Одним из центральных событий форума станет начало строительства российско-японского индустриального парка. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Также сегодня в промышленной зоне Заволжья будет заложен камень первого в России японского индустриального парка. Это будет благоприятное для ведения японскими компаниями бизнеса на территории России атмосфера, учитывающая специфику делового менталитета Японии. Ульяновск с рабочим визитом посетил командующий Приволжским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации Александр Порядин. Генерал-полковник встретился с губернатором Сергеем Морозовым и начальником регионального управления войск. О целях визита в нашем материале. Губернатор Сергей Морозов встретился с командующим Приволжским округом войск Национальной гвардии Александром Порядиным. Уже в сентябре Приволжский федеральный округ подвергнется инспектированию со стороны Москвы. Перед этим генерал-полковник решил лично осмотреть все 14 регионов. И вообще, как командующий войсками, отмечаешь на территории вашей области, скажем так, более стабильная обстановка и по всем докладам, которые происходят суточно, меньше всех неприятностей, скажем так. В рабочей поездке командующий проконтролирует работу регионального управления Росгвардии и разберется в кадровой политике, а также в инциденте, произошедшем еще в феврале. Напомним, в конце зимы при проведении учений на стрельбищах сотрудник ОМОНа неудачно бросил гранату, которая взорвалась рядным с окопом. Серьезные травмы получили сам 25-летний боец и его 49-летний инструктор. Как только пройдет период их медицинской реабилитации и восстановления, чтобы никто из них, их родных и близких не переживал, там их жен, подруг, мы их точно устроим на работу. К себе, в органы, если надо, государственной, муниципальной власти, как, в общем-то, им будет удобно. И ни в зарплате, ни в социальном положении они не пострадают. В целом, работа регионального управления, в том числе вопросы, связанные с охраной общественного правопорядка и реагирование на внештатные ситуации, признаны эффективной. После трагедии в Шереметьево по всей России проходят профилактические мероприятия в аэропортах. Наш город в стране не остался. По поручению губернатора, в аэропорту Ульяновск-Восточный провели внеплановые учения. Готовы ли местные пожарные и спасатели к ужасным внештатным ситуациям, расскажет Виктория Черкова. Пожарные, медики и спасатели проводят неплановые учения в аэропорту Ульяновск-Восточный. Они отрабатывают навыки поведения в чрезвычайных ситуациях. Шесть пожарных расчетов тушат горящий лайнер, спасатели извлекают пострадавших. После ужасной трагедии в Москве все аэропортовые службы спасения приступили к оттачиванию мастерства быстрого реагирования. По мнению опытного огнеборца Олега Макарова, инсценировать и отработать на учениях минувшую катастрофу совсем нетрудно. Сложность заключается в том, что в реальной жизни надо быть готовым к любому развитию событий. В дальнейшем, я думаю, чтобы согласовать все действия, чтобы было как минимум 2-3 сценария. Потому что в нештатной ситуации она сама себе предполагает, что развитие ситуации может быть непредсказуемым. Пока взлетная полоса покрывается пеной, спасатели извлекают условно пострадавших из салона воздушного судна. Учения утренние, поэтому нашей съемочной группе стало интересно, зачем членам команды нужен прибор для уличного освещения. Поисковые аварийно-спасательные работы на месте авиационного происшествия могут производиться как днем, так и ночью. Если работа производится ночью, данная башня позволяет осветить площадь порядка 250 квадратных метров для работ в комфортных условиях спасателей и аварийных служб. На ответственное мероприятие прибыл и директор аэропорта. Владимир Гортиков в целом результатами доволен, однако есть над чем и поработать. К сожалению, о найденных огрехах он не рассказал. Первое впечатление хорошее. Конечно, есть ошибки, есть недочеты. Будем потом над этим работать. Все у нас фиксировалось, все снималось. Потом будет подробный разбор каждого, пошаговый, всех действий, всех служб. Учения подошли к концу. ТУ-204-100 потушенный и спасенный отправился в свой ангар. А те, кто спасали, боролись с огнем и оказывали медицинскую помощь, вернулись на службу. С надеждой на то, что их умения будут пригождаться намного реже. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. С 10 вечера 17 мая до 5 вечера 20 мая для движения автотранспорта будет закрыта нечетная сторона проспекта Гая в районе остановки магазин «Солнышко». Это необходимо для капитального ремонта трубопровода, снабжающего теплом от южной районной котельной. Квартал в границах проспекта Гая, улиц Локомотивной и Индинской. 18 мая в Ульяновске пройдет международная акция «Ночь музеев-2019». На этот раз она будет по-настоящему ночной. Какие сюрпризы приготовили для горожан учреждения культуры в материале Ирины Антоновой. Ульяновская акция «Ночь музеев» стартует 18 мая в 12 часов дня и продлится до часу ночи 19 мая. Это единственный субботний вечер в году, когда музеи будут принимать гостей до позднего вечера. А постоянные экспозиции дополнят специальными программами. В связи с тем, что в нашем городе, вы знаете, создан специальный офис программы «Ночная мэрия города Ульяновска», мы решили объединиться с этим офисом и провести совместную акцию, которую мы назвали «Ночной областной музейный фестиваль». То есть сама акция наша будет состоять в том, что музеи с 16 часов начнут свою вечернюю программу во всех музеях. И до 20 часов они ее заканчивают. И в 20 часов 30 минут мы начинаем шествие под главным нашим девизом вместе с офисом ночной мэрии, который мы назвали «Двигайся вместе с музеем». И поэтому где-то 30 минут мы все подтягиваемся вот сюда на пятачок у перекрестка улиц Ленина и улицы Гончарова. Под часами дома Гончарова развернется театральный перформанс, который представит Ульяновский государственный молодежный театр. Здесь в 9 вечера под бой курантов начнется спектакль прямо на улице, спектакль «Хранители Луны», который ставит молодежный театр режиссер Саша Лебедев. Вот, собственно говоря, Луна – это как некий главный символ ночи. И, собственно говоря, год театра в России. И поэтому мы хотели бы тоже, чтобы театр тоже присутствовал и в этой акции «Ночь музеев». Как сказали организаторы акции, все основное действие произойдет в Ленинском мемориале. Здесь в 10 часов вечера откроется большая совместная экспозиция всех музеев Ульяновской области, которые представят уникальные экспонаты из фондов. В фойе первого этажа расположится хронологическая экспозиция. Отсчет начнется с 6-метрового скелета плеозавра. Также здесь можно будет увидеть мотоцикл, дошедший до Берлина, и сохранившиеся столбы 9-метровой деревянной узбекской беседки из парка «Дружбы народов». Кроме того, диджей Мэддман приготовит музейные треки, под которые пройдет танцевальная караоке «Джаст Дэнс». А под занавес среди самых стойких разыграют билеты и абонементы в музее. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. МЧС России по Ульяновской области предупреждает ульяновцев об ухудшении погодных условий. С 3-х часов ночи до 11-ти часов вечера местами по Ульяновской области ожидаются грозы, шквалистый ветер до 25 метров в секунду и локально Крупный град. Будьте осторожнее. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру по будням 18.50. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова